Зарабатывайте Шакис ПРО на авторских товарных оферах в Европе и СНГ. Ссылка в описании. Друзья, мы сегодня приехали уже за полгода в место, которое стало легендарным. Это Киев Аффилейт Эмбасси. Это место, где собирается очень достаточно такая узкая тусовка людей, которые работают в аффилейт-маркетинге, которые хорошо зарабатывают, которые открыты, в принципе, для общения. Мы сегодня поговорим с таким, ну, идейным вдохновителем и сооснователем Эмбасси, компания Моби Тайз, компания Вин и Лэнс, это Толик Винтер. На данный момент вложение живых денег сюда примерно 150 тысяч долларов, уже, наверное, даже побольше. Конфа в Москве, например, может вписаться в бюджет 10-20 или нет? Ну, наш динарар от 10 тысяч, это то, что мы сейчас можем рассмотреть. Сколько бы было в месяц? Сейчас около 30 тысяч долларов. Мы на двоих зарабатывали около 50 тысяч в месяц, около 20-20 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. Ты выглядишь, как сегодня Пётр Листерман. Говорим про разные вещи. Давайте попробуем попасть туда. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Сначала ROI зашкаливал, когда я еще плотно мониторил, что-то чистил. Там был ROI 2,3 тысячи процентов. Потом, соответственно, я уже практически перестал арбитражить, но оно крутилось на каких-то достаточно приличных заметных оборотах. ROI сползал, но еще через год после того, как я вообще забросил, ничего не трогал. Там 100% примерно все еще был ROI. Но потом все дальше-дальше вниз. Вот несколько месяцев назад он перестал быть рентабельным. Так, я понял. Хорошо, скажи хотя бы тогда источник белый был? Серый? Белый? Белый источник. Скорее всего, контекстная реклама. Не могу не подтвердить, не опровергнуть, как говорится. Хорошо, сколько у тебя еще есть таких моментов, которые вот так вот тянутся, капают? Да мало, на самом деле очень мало. Поэтому я говорю, что мне критично высвободить свое время для более прямого зарабатывания денег. То есть здесь в клубе я для себя заработков каких-то не вижу в ближайшее время. Я могу и хочу, мне это интересно, зарабатывать на ивентах. И могу и хочу быстрее продвигать мобитайз. Он сейчас неплохо растет, но я хочу, чтобы рост еще лучше, еще больше. Чтобы мы не только реинвестировали прибыль, а со спокойной душой вытаскивали ее оттуда. Потому что сейчас, на самом деле, у меня заработки реально очень небольшие. Потому что время уходит на одно, а деньги зарабатываются в другом. Ты ищешь баланс между тем, что хочется делать, и тем, что надо делать как-то так? Ну, я его сейчас даже, я его понимаю. Я пытаюсь к нему прийти. Сейчас у меня в этом плане ситуация не так сбалансирована, как мне бы хотелось. Зарабатывал ли ты большие и при этом шальные деньги? Если да, то на чем? Ну, а что понимать по шельными? Случайные. Ну, прям, чтобы совсем случайные нет. Ну, не так, чтобы шел по улице, но собирался заработать 100, а заработал 1000. Ну, так вообще часто бывает. Не всегда, что ты можешь сказать, что бизнес выведет. Не в этом диапазоне. Тогда там заработал не в 10 раз больше, а в 100 раз больше. Ну, то есть вот так вот. Такое было. На чем? Ну, в первую очередь на интернет-темах, ну и на покере в первые годы. На вложениях игроков очень неплохо получалось зарабатывать больше, чем я рассчитывал. И в интернете те проекты, которые я делал. Например? Можешь сказать, что это было? Ну, у меня первые мои проекты в интернете были в 16 лет, первые крупные в 18 лет. В 18 лет это был достаточно уникальный проект. Я автоматизировал то, что многие люди делали пустарно, как бы, в ручном режиме. И, ну, мне было 18 лет, я на этом стал зарабатывать. О чем ты сейчас говоришь конкретнее тогда? Что за проект, что делал? Ну, в DGP Redirect был такой проект. Некоторые люди, ну, те, которые с тех времен помнят, знают, что это такое. Что, давай объясним, кто не в курсе, быстренько, что проект делал? Быстренько это трудно объяснить, но это, скажем так, ну, трудно объяснить быстро. Но это, в общем, были галереи в интернете, которые это размещал. На них шел трафик, а дальше производились определенные технические операции, чтобы оптимальным образом его, скажем так, конвертировать в деньги. Вот. И, ну, у меня было 18 лет, я работал с партнером. Ты очень хорошо зарабатывал это. Ну, мы на двоих зарабатывали, там, около 50 тысяч в месяц. У меня было 18-20 тысяч в месяц. 50 тысяч долларов. Да, ну, это были очень хорошие деньги. Круто. А структура в компании какая? Вот, если по отделам, ты можешь сказать, как партнерка сейчас работает? Есть я, управляющий партнером. Есть операционный директор, который занимается ежедневным управлением. Есть отдел менеджеров, который работает с паблишерами. Есть отдел менеджеров, который работает с дипломодателями. Есть отдел разработки, в котором работает несколько разработчиков. Есть маркетинг, есть, соответственно, отдел маркетологов и есть отдел арбитража, который сейчас, вот на что я как раз хочу высвободить время, как можно больше уделить. Вот одно из приоритетных дел, на которое мне нужно высвободить свое личное время, разогнать по-настоящему хорошо мобитайзе отдел арбитража, баинга внутреннего. Вот этого нам сейчас немножко не хватает, чтобы оно работало. Вы хотите, чтобы на этом был акцент, да? То есть и вебы, и еще свои. Не, не только на этом акцент, но вебы нам тоже, разумеется, нужны. Нам вебы льют много трафика, мы этому рады. Но я очень хорошо разбираюсь в арбитраже. Я сам арбитражил много лет и успешно. Первые мои опыты в арбитраже вообще в 2003 или 2004 году были. На что ты лил? В 2003-2004 на фарму лил, на гамблинг лил. В то время на такие вещи, ну на бурж, на РУ, разумеется. На что там на РУ тогда можно было. А ты как вообще пошел в бурж еще и в то время? Сейчас немногие уходят. Я начинал в 2000 году, там кроме буржа ничего не было. И зачем можно было заработать в русском интернете в 2000 году? Там денег не было совершенно никаких, нигде. То есть у тебя типа не было выбора? Конечно, да. У меня был неплохой английский уже в 16 лет, но и в процессе работа тоже стал резко улучшаться. А как тебе вот этот тренд, который сейчас, что все типа в буржу, в буржу, в буржу? Это как-то чуть... Как тебе смотрится со стороны? Это все типа подогревает тему? Я вообще как-то не придаю этому особого значения. Это циклично, это же и глобальная экономика. Вот, например, в России, ну и Украина, понятно. В России есть определенный экономический кризис, в России он связан с санкциями, в Украине с другими вещами, соответственно, меньше бюджетового рекламодателя, вообще меньше рекламодателей, которые готовы в интернете закупать трафик через те же схемы CPA, и другие, соответственно, сейчас просто меньше выгодных возможностей на этом рынке. Выйдут наши страны из кризиса, появится опять больше возможностей. Будет другой тренд? Все будут возвращаться? Ну, конечно, но это постоянно происходит там. Когда выгоднее палить бурж, когда выгоднее палить ру? Хорошо. Человек всегда... Да, согласен. А если посмотреть на твой опыт, на ту стату, которую ты видишь по своей партнерке, по Мобитайз, есть ли тренд, какой вообще тренд на офферы? Конкретно у Мобитайза на самом деле больше заработка с ру. Ну, есть и бурж, и офферов достаточно много, и трафик льет, но у Мобитайза больше оборот это ру и СНГ в данный момент. Но это может поменяться, если через два месяца все повернется на оборот, меня это... Не торкнет, да? Абсолютно никак не торкнет, мы стараемся быть в рынке, следить за тем, что происходит. Мобитайз вообще, когда я его запускал, это было около 2,5 года назад, тогда вообще был очень хороший рынок CPI, и основная модель Мобитайза, которая планировалась, в первую очередь CPI-офферы, то есть Косперан стал мобильной установкой. Потом ситуация резко поменялась, тогда была куча за CPI, замечательных реклов и российских, и СНГ-шных, и по буржу была куча прекрасных офферов, куча китайцев, разумеется, по CPI. Все было круто, я сам тогда активно и очень много арбитражил CPI-офферы перед запуском Мобитайза, потом Мобитайз запустился, ситуация на рынке стала меняться, российские офферы стали один за другим испаряться или ухудшаться условия, китайские рекламодатели по CPI стали простыми словами кидать один за другим, причем на крупные суммы многие партнерки, к счастью, этого избежали. Каким образом избежали? Просто не работали с... Не ввязались такие риски, чтобы много наливать на китайцев с большими холдами и невнятностью общения, когда непонятно получатся деньги или нет, кто-то рискнул, делал, конечно, огромные обороты и в статье видел хорошие профиты, но и кому-то их в итоге удалось получить, эти красивые цифры из статы, кому-то не удалось, кто-то там... Вот кому не удалось, как ты думаешь, сколько они потеряли на доверие к имуфинам китайцам? Ну, кто сотни тысяч долларов, кто-то, может быть, и миллионы, там были крупные цифры. Ну, собственно, о чем я говорил? В целом рынок CPI очень сильно испортился, и с китайцами испортилась работа, и стало намного меньше СНГшных офферов по CPI интересных. И на Америку, вот то, что лично я арбитражил, у меня гео был почти весь мир, куча CPI-офферов, на американские игрушки, дофига налил, ну, очень много наливал на гео-юэсэй. Но ты всегда лил на то, что PayPair Installed, без ровшара? Не, не только, я лил по-разному, ну, вот в том числе я лил очень много CPI. И я запустил Mobitize, и просто я вижу, проходит буквально несколько месяцев, рынок меняется, CPI становится все менее-менее привлекательным, куча возникает проблем, которых еще недавно не было, и, соответственно, ну, что, или закрывать Mobitize, или переориентировать. Через какое-то время пообщались с партнерами, решили, давайте переориентировать. Сначала мы отошли именно от модели CPI, что Mobitize, в первую очередь, CPI-партнерка, добавили все варианты других мобильных приложений, то есть не приложений, а офферов, ну, разнообразные, там, понятные подписки, и свипты, и все прочее. Потом в какой-то момент увидели, что нет смысла вообще на мобайле циклиться, почему бы нам не добавить какие-то и по десктопу офферы. Все хорошо, а скажи тогда сейчас, ну, топовая вертикаль у вас по заработку. Ну, вот назову топ-1, но она моя родная и любимая. Покер, ну, я даже скажу конкретно покер. А покер, кстати, внутри партнерки у себя относится к гэмбле или нет? Покер – это гэмблинг? Ну, формально, конечно, гэмблинг, но мы его выделяем все-таки. И вот много делали попыток и наши паблишеры, и мы сами конвертить покера ровно по тем же схемам, по которым конвертит гэмблинг. И на самом деле достаточно плохо это работает. Для покера нужно все-таки подбирать свой подход, свои креативы, свои материалы, и тогда на покер можно наливать, на самом деле, очень много. А в то время, когда арбитражил сам про США, ты сказал про рынок, какие любимые источники были? Или ты все тестил вообще? Я тестил разные, но у меня самый любимый исторически был, ну, как не исторически, а в последние годы, когда я арбитражил в начале… Перед Mobitize, да. Вот перед Mobitize низкоконверсионный трафик, кликандер, попандер, причем забавно, но многие считают, есть такое распространенное мнение, что это трафик очень низкого качества. Понятно, что он низкого качества в плане CR, в плане конверсии, разумеется, потому что это, по сути, blind. Но есть еще такое распространенное мнение, что он очень плохой по качеству в плане retention и в плане качества самой установки или самого лида. Это мир? И вот конкретно, что касается именно CPI, мобильных установок, мой опыт работы показывал, что часто на многие этих кооферов именно качество самого инсталла очень хорошее. И у меня были, и сейчас есть некоторые рекламодатели по CPI, которые готовы платить за такой трафик больше, чем за любой другой, а некоторые вообще просят только его, вот не надо нам контекст, не надо нам там ничего другого. вот по пандеров, кликандеров нам наливать побольше, и будем рады. То есть все еще это все хорошо работает, и можно идти в этот источник трафика серьезно? Наверное, я не арбитражу плотно. То, что ты видишь по статистике партнерки. У меня на самом деле в эпитезе то, что паблишеры льют, это все-таки больше другие источники. Друзья, это опять минутка красивой рекламы. Сервис Капиталист. Мгновенные переводы на несколько самых популярных кошельков. Это EPS, это WebMoney, это Kiwi, это Яндекс.Деньги и другие самые популярные системы. Если вам нужно вывести из средств из Капиталиста на любую из них, это все достаточно просто, быстро и безопасно. Комиссия всего от полутора до двух процентов. Детали по ссылочке переходите под видео. В общем, Affiliate Embassy сейчас, да? Ты это называешь бизнесом или это пока хобби? По сути, это как бы правильно называть бизнесом, потому что здесь достаточно серьезные вложения. Это клуб на бизнес-аудиторию. Здесь есть какие-то доходы, но на данный момент оно в достаточно большом минусе. И изначально, когда мы это создавали, не было основной цели с этого зарабатывать. То есть цель заработок не ставился. Хотелось сделать место самоокупаемостью, которая и для души, которая будет нравиться нам самим с партнером и тем людям, которых мы хотим здесь видеть. Когда планировали выйти, когда создавали, да? И идет ли на самоокупаемость? Идет ли все по графику? Ну, надеялись выйти где-то сентябрю к октябрю. Ну, на ноль. Не на окупаемость вложений, а на операционный ноль, на ежемесячный. Не вышли. В принципе, сейчас мы достаточно близки к этому, но все еще не вышли. Пока где-то у нас процентов на 30 дохода превышает расходы ежемесячные. Значит, вы еще близки к операционному нулю? Про то, чтобы отбить, пока что речь не идет? Здесь реально такие вложения. Мы здесь взяли огромный дом, сделали в нем огромный ремонт. А ты можешь сказать, что в области какие вложения были? Ну, у нас, в общем, на данный момент вложений живых денег сюда примерно 150 тысяч долларов. Уже, наверное, даже побольше. И мы видим перспективу выйти на операционный ноль, чтобы больше не докидывать. Но отбить напрямую, по крайней мере, доходами клуба здесь такую сумму, мы не видим перспектив. Но здесь, конечно, есть не только прямые какие-то косвенные моменты. Такое сообщество помогает намного лучше и знакомиться с интересными людьми. Часто здесь происходят какие-то очень интересные разговоры, могут начинаться какие-то интересные сотрудничества. То, что напрямую обсчитать очень трудно. Ну, и вот с учетом всех этих факторов, возможно, как-то окупится, да. Хорошо, скажи, был ли прототип в мире? На кого ты смотрел, если смотрел? И кто в мире такой успешный в этом плане? Бутиковый вариант клуба такого? В IT? Возможно, стоило посмотреть, но не смотрели. Идея возникла от СПА Лофта, который в Москве открылся. Когда я увидел, что в Москве появилось такое место, подумал о том, что было бы классно сделать в Киеве, предложил своему партнеру, мы стали это делать. Но СПА Лофт – это место совсем другого типа. Ну, там масштаб намного меньше, и мероприятия проводятся в среднем 2-3 в месяц, насколько я понимаю, насколько я слежу. А мы решили делать именно полноценный клуб, который будет работать 5 дней в неделю, с кучей постоянного персонала. Своя кальянная, своя кухня, свой бар, программа, целая команда развлекательной программы, которая 5 дней в неделю придумывает какие-то интересные вещи, чтобы люди хотели сюда регулярно приходить. В общем, не клуб выходного дня, не клуб каких-то там тусовок разовых, а именно место для ежедневного посещения. То есть и работать, и отдыхать. Да, и жить даже. Да, и отдыхать. Сейчас мой коворкинг здесь стараемся активно развивать. Ну, и вот потихоньку прибавляются люди, которые приезжают сюда работать. У нас здесь очень хороший интернет. Мы ввели недавно бизнес-ланчи. Здесь можно вкусно и бюджетно кушать днем, а не только вечером. Ну, и в общем, делаем все для того, чтобы люди здесь проводили как можно больше времени. Локацию такую тоже постарались подобрать в Киеве, которая и от центра недалеко, и из любого района Киева относительно близко ехать. То есть там нет таких... Это правда, да. Нет таких районов, откуда ехать там прям слишком долго. А скажи тогда вот эти сопутствующие услуги, типа там еды и прочего. Это пока, я так понимаю, маленький процент, да, в общем, в каком-то доходе, который это генерит? Главное доходов в копейки. Это копейки все-таки... Основной, значит, спонсорство, правильно я понимаю? Да, основной доход от спонсоров, то, что, ну, у нас здесь и гостиничные номера есть, кухня, бар, вот это все, но это крохи вообще. А сколько, если кто-то хочет спонсором стать? Ты можешь эту сумму? Ну да, это вообще не секрет у нас, тем более эти спонсорские пакеты легко получить. Там разные варианты от 2000 долларов в месяц, но при этом есть условия покупки минимум на два месяца. То есть мы на разовые ивенты ни на какие спонсорства не продаем. Мы продаем спонсорство минимум на два месяца. Стандартный спонсорский пакет 2000 долларов в месяц. Есть особые пакеты там подороже, есть генеральный спонсор. Соответственно, ну, учитывая то, что он выкуплен, вот, наверное, эту цифру я называть не буду, ее у нас сейчас и в презентажках, по-моему, нет. Ну, несколько раз больше, чем базовый спонсорский пакет. Скажи, есть ли у тебя ощущение, что в последнее время именно арбитражные конференции, или по CPA, именно в Тепате, превращается в такое соревнование, у кого, ну, не трешовые, а, так скажи, жесткие, да, как-то дойдет, может, до того, что будет, как в сериале, знаешь, когда премьер-министр Англии свинью ужарил. Ну, да, это все из сериала. Ну, нет, на самом деле, мне не совсем так кажется. Есть разные форматы, ну, и мы действительно, мы любим трешовые форматы. Я люблю, моя команда любит, но все-таки какие-то границы, например, ну, я могу так сказать, что мы делали и более трешовые мероприятия, чем те, про которые ты мог слышать, но это уже формат приватных мероприятий, которые абсолютно не публичные, куда там не продаются билеты. Недавно мы сделали одно мероприятие, где был мега-треш, но это приватное мероприятие, то есть, например, в каком-то публичном пространстве, как публичное мероприятие, там что-то трешовее, чем вот первая анти-конфа, которую мы делали вместе с Тарасом. Что там было самого трешового? Я, наверное, делать не готов. А что там было самое трешовое? Ну, там, на мой взгляд, не было чего-то именно такого отдельного с этого трешова. Там именно вот общий был треш, вот эта общая атмосфера, там и карлики, и психи с завязанными руками, и конкурсы, ну, и то, что спикеры, когда выступают, ведущий с ними пьет прямо перед сценой, там стоит стол, играют в покер. Хорошая конференция. Гости сетбухают, потом, когда круглый стол, там девочка залезает, в чулках под этот стол что-то там делает. Сколько бабла в месяц уходит? Сейчас около 30 тысяч долларов в месяц. Мы вот пытаемся сократить, я надеюсь, в отчете... Оптимизировать? Я надеюсь, в последнем отчете, да, я вижу, что эта цифра поменьше, но причем она трудно поддается оптимизации в том формате, который мы задумали, то есть, чтобы ее значительно снизить, надо сильно поменять формат, потому что вот в формате этого клуба, который работает 5 дней в неделю, здесь куча персонала, куча ставок, куча закупок, и для алкоголя, куча расходов на программу, и развлекательную, и деловую. Есть целая команда, которая занимается программой на каждые из 5 дней недели, когда клуб работает. Все это живет прилично бабло, да? Да, и вот что-то так прям резко срезать, я вот смотрел всю нашу расходную часть, где-то что-то резко убрать, чтобы прям стало резко меньше, сохранив формат, ну это нереально. Ты сказал, что Москва родной город, почему ты переехал? Захотелось поменять... Четыре года назад, правильно я понял? Да, четыре года назад, ну чуть-чуть больше, в сентябре, ну четыре года назад с небольшим, и два месяца получается. Захотелось что-то поменять, сменить картинку, такой был момент жизни, не самый простой. Как-то грустно мне было в Москве, а съездил, ну по делам съездил в Киев, провел неделю, понял, что мне здесь просто намного приятнее, и вернулся в Москву, собрал вещи, и переехал в Киев. То есть не то, что это было связано с каким-то там чисто бизнесом, да, интересом? Нет, абсолютно нет, на тот момент не принципиально было по бизнесу вообще где жить, ну в Москве, наверное, даже как-то и чуть поудобнее, ну да, просто захотелось, вот как-то лепла душа к этому, и все. Скажи, вот я понял, что ты Мобитайз сделал с партнерами, и это не публичная история, да, что за партнер, или публичная? Да нет, но... По крайней мере информации об этом интернете нет как таковой. Ну, не публично, да, у нас есть договоренность. Сколько партнеров? Ну, не обязательно говорить, что это за люди, но вторично. Сколько партнеров? А, у меня в партнерах Мобитайзу две группы компаний, скажем так, вот есть я, и есть еще он дверный партнер. Хорошо, очень здесь интересный момент в оформлении отношений, и вот начни с того, это первый или какой опыт в партнерстве, или ты до этого уже создавал бизнес с кем-то? Я очень много бизнесов создавал с кем-то в партнерстве, да, у меня на самом деле почти все... То есть это комфортная для тебя среда с партнерством? Это комфортная, ну, во-первых, как я раньше говорил, я не люблю и не очень умею управлять бизнесом на ежедневной основе, и многие бизнесы я создавал в партнерстве, в своей инициативе искал партнеров именно для того, чтобы как-то с их стороны какое-то операционное управление осуществлялось. Правда, вот как раз Mobitize, например, Affiliate Embassy, это другие примеры, здесь получается, что я создал проекты с партнерами, но... Сам занимался операцией. Но операционное управление на мне, если по Mobitize, вот я нашел человека, на которого смог его почти полностью... Делегировать. Делегировать, да, то вот по клубу я близок к этому. Кто твой герой и по сюда? Герой? Руки Бальбова, наверное, это вообще один из моих любимых персонажей. Тебе нравится вот этот момент, когда он говорит сыну, помнишь? Когда тебя бьют. Во-первых, этот, ты прям вот, да, четко угадал. Во-первых, этот момент мне очень нравится. Ну и сам он встал, мне как герой нравится. Не ты, не я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Самое сильное, то, что я ценю в людях и в себе ценю, что как бы можешь падать, но всегда вставай. Нужно всегда подниматься. Я считаю, это реально очень важно в жизни. Круто. Сейчас у нас на бэкстейже тут девочки тут фоткаются на календарь. Чего это за движ? Ты выглядишь, как этот сводник Петр Листерман. Куча девушек вокруг тебя. Что ты делаешь с ними, кроме ивентов? Конкретно сейчас это съемки календаря для Mobitize. Мы когда только запускали Mobitize, делали календарик, ну маленький, там было 4 или 5, по-моему, месяцев, как фишку для наших первых партнеров, которые там активно стали лить трафик на Mobitize. Мы им дарили эти календарики, высылали, потом еще немножко детской конференции раздавали. Но такой он был урезанный, как бы простенький, низкобюджетный. Сейчас вот у нас Mobitize неплохо растет, и мы решили забацать такой крутой, полноценный календарь на 2018 год. 12 разных моделей, 12 разных сюжетов, интересных, красивых декораций. Я надеюсь, выйдет очень крутой календарь. Это на самом деле инфраструктурный именно проект, потому что есть, во-первых, клуб, нацеленный на айтишную, скажем, аудиторию, которая больше стоит из мужчин, и чтобы людям здесь было прикольно много проводить времени, тусоваться, хорошо бы, чтобы были красивые девчонки. И после того, как мы создали модельное агентство у нас, решена эта проблема у нас. Есть много своих девчонок, да, у нас уже часто нам приходится кому-то отказывать, ну, как кого-то просить. Слушай, а ты не боишься вот этой истории, когда, ну, есть мужчины, которым там, типа, они хотят приехать, пообщаться по делам, но не хотят, чтобы параллельно там бегло много красивых девушек. Как вот с этим быть? Ну, мы это решаем, мы за этим следим. Например, когда у нас чисто бизнес-авенты, какие-то спикеры, там, что-то по бизнесу говорят, мы в такие дни девушек не приглашаем. Скажи про автопати. Вы делаете иногда для сторонних конференций, не для своих, интересно, для сторонних. В каких диапазонах цены на эту систему? Ну, то, что для сторонних, для своих мы тоже делаем, то, что для сторонних цены у нас растут, то есть первое самое мероприятие, которое мы делали, цена была вообще символическая. Себестоимость? Ну, я себе вообще ничего оттуда не взял, то есть только там, ну, по минималке оплата моей команде. Сейчас уже цены сильно выше. Ну, так могу сказать, вот десятки, вот меньше, чем десятка. Десятки, и это конфа в Москве, например, может вписаться в бюджет 10-20 или нет? Ну, наш гонорар от 10 тысяч, это то, что мы сейчас можем рассмотреть. Окей, а себестоимость конфы? Ну, это уже другой вопрос, это зависит от того, какой бюджет выделяют организаторы, то есть, если это не наша конфа, как для Elitebit, мы недавно делали, еще для кого-то делаем, там, они могут потратить и 50, и 100 тысяч долларов, и больше, это... Могут, короче. Ну, то есть, вот эти суммы... Они сами решают, да, но наши гонорары, они, они с одной стороны к бюджету как-то привязаны, конечно, но с другой стороны сейчас есть уже какая-то минимальная цифра меньше, которой просто неинтересно это делать. А тогда вопрос разницы между Киевом и Москвой, допустим? Ну, в Киеве, конечно, в разы. Потому что у меня команда вся в Киеве, не нужно делать лишних движений, перемещений, но, в принципе, в Москве тоже не проблема, но для меня это родной, тем более город, приходится ездить. На Кипре недавно делали. Главный момент – залог успешной конференции, что должно быть. Я люблю людей удивлять, я стараюсь своих агентов делать так, чтобы что-то пропиарить, порекламировать, а что-то оставить именно как сюрприз, чтобы люди увидели, офигели, ух, блин, а еще здесь вот это. Ну, и это позволяет, я думаю, помогает собирать очень позитивные отзывы. Я понял. Тогда еще такой аналогичный, по сути, вопрос, что главное в партнерской программе? В партнерской программе главное – компетентное управление, чтобы ей управляли люди, которые понимают суть этого бизнеса, которые понимают, что это такое, понимают, какие кадры им нужны, находят эти кадры. Ребята, смотрите, по традиции канала .g я попросил у гостя разыграть что-то крутое, и в очередной раз получил акцепт, соглашение. Так что сейчас Толик расскажет, какой приз. Как обычно, вся история в комментариях здесь же на ютубчике, нужно писать комменты, и в первом закрепленном комменте будет дедлайн, ну и еще раз условия конкурса кратенько. А Толик сейчас скажет, что нужно сделать и за что. Да, мы решили придумать такой конкурс, вручим приз тому, кто предложит самую клевую тему для тематической вечеринки в нашем клубе. по филе и тембасе мы уже много тематических вечеринок делали. В принципе, не суть важна, ну больше шансов, если вы предложите то, что мы еще не делали. А вы делали гавайскую, да, вот такую? Ну очень много на самом деле, гавайскую, гангстерскую, девяностые, школьную, советскую делали. Ну это чтобы ребята поняли направление, короче, делали все, но все равно много чего они не делали. рассматриваем любые варианты, но еще далеко не все делали, в общем, предлагаете, кто предложит самую прикольную тематическую вечеринку, которую мы решим реализовать, тому человеку мы подарим членскую карту полноценную нашего клуба, закинем на нее 50 долларов на баланс и отправим почтой на любой адрес, там в принципе, неважно в какую страну, у человека будет карта и когда он будет в Киеве или она может прийти к нам в клуб с этой картой и потратить эти 50 долларов там за один приход или за несколько. И вообще по сути стать участником, да, закрытого клуба. Ну да, и стать участником нашего закрытого бизнес-клуба. Так что прекрасная возможность влиться в комьюнити, дерзайте. Дерзайте, выливайтесь. Всем удачи в этом плане. На самом деле люди растут, когда они в какой-то тусовке, в каком-то комьюнити очень сильно. То есть это прям бустит. Безусловно. Ищите комьюнити, ищите свое комьюнити, присоединяйтесь, пишите, пишите толику, пишите мне, спрашивайте и вообще давайте развиваться вместе. Спасибо, что посмотрели. Пока. Пока. А тебе спасибо большое за разговор и за время. Потратили мы сегодня с профессиональной точки зрения перед тем, как мы стали записывать интервью, я не успел толком посмотреть не предыдущее твое интервью, И меня сегодня спрашивают, друзья, Толя, что у тебя за съемка? Так, сейчас посмотрю. Точка G. Для точки G. И что все подумали? Ну, один человек высказал версию, что возможно это связано с Wi-Fi, с новой технологией Wi-Fi, которая будет G. и поэтому канал на такую аудиторию назван точка G. Вот была даже такая экзотическая версия. Крутая. Ну, точнее он сказал так, либо это что-то из этой серии, либо возможно Толик попал не совсем на тот канал.